Всем привет! Сегодня у нас 2 августа 2020 года, Украина, город Кременчуг. Вот хотелось показать новейший сорт моей коллекции, сорт абрикоса Априум. Загрузка просто шикардецкая. В этом году он самый позже цвел из всех абрикос. Это средне-поздний сорт абрикоса. Вот так вот может показывать при возвратно-весенних заморозках в минус 9. Завязался отлично. Размер, конечно, у него не очень крупный. Я бы даже сказал не то, что не очень крупный, а мелковатый. Но показывает себя в неблагоприятных условиях по урожайности, конечно, очень круто. Вот на солнышке можно видеть, какой румянец у абрикоса может быть. Вот так вот. Абрикосы не такие, как нектарины или как сливки. Они полностью без опушения, они блестяще идут. Опушения вообще нет. То есть на ощупь как слива или нектарин идет. Ну вот интересно показать вам урожайность данного сорта. Вот внизу. Солнце светит, может плохо видно. Сейчас попробую передать урожайность вам. Так, ну что. Давайте посмотрим. То есть все дерево в плодах. По двой, кстати, пуми селект. По двой плохой. Делайте этот абрикос на жердель, потому что на пуми селекте размер раскачать невозможно крупный. Это очень трудно. Это надо, чтобы были крупноплодные сорта абрикоса, с заявленным весом 150 и выше грамм, чтобы его раскачать хотя бы до 100. Ну, этот сорт сам по себе не крупноплодный. У него средний вес где-то должен быть 50-60 грамм. Так, ну, я думаю, видно урожайность какая. Вообще все в абрикосе. Все ветки усеяны. Хотя в том году этот сорт я обрезал практически полностью на черенок весь. То есть тут практически только побегов не было. Такие остались более скелетные. Так, ну он уже начинает сыпаться. То есть при перезревании может опадать. Кстати, не гниет. Я из всех увидел только вот сейчас покажу. Один плодик что-то сгнил, не знаю. Он даже не сгнил, а... Ну да, сгнил, заизюмился. А так плоды не гниют. Не гниют, но... Я один раз обработал на всякий случай свитчем за три недели. Потому что хотелось показать вам этот сорт. А я не знаю, гниет он, не гниет. Потому что бывает такое, что думаешь, что он не гниет. Лопанул, ой, не побрызгал. Весь урожай сгнил. И сорт не показал. То есть при одной обработке свитчем он не гниет. Без обработки не скажу вам. Честно говоря, будет он гнить, не будет он гнить. То есть надо проверять в следующем году. В этом году хотелось показать вам реально урожай. Так, ну что, давайте сейчас нарвем плоды. Положим их на весы. Вот вот такой в руке. Размер. И продегустируем вес. Вот так вот. Говорю, продегустируем вес. И посмотрим вес. Что-то я заговариваюсь, работы много. Капец. Посмотрим вес. Дегустируем вкус. Ёлки-палки, а. Так. Вот так вот смотрится он в тарелке. Уже солнце заходит на горизонте. Так, давайте посмотрим вес. 48 грамм. Да. Вес, конечно, не очень крупный. 49. 46. 48. Да, грубо говоря, вес до 50 грамм. 50 чем-то, 52. Сорт не крупный. Но очень урожайный. Уже даже по первому году можно судить, что сорт будет урожайным. Потому что завязался отлично при неблагоприятных погодных условиях. Вот какой на вид он. Он весь блестит, вот как нектарин реально. Вот если передаст камера, не передает. Вот так вот. Короче говоря, давайте сейчас дегустировать этот сорт. То есть кто хочет получать каждый год урожай, то я думаю, что этот сорт нужно сажать. Потому что он зарекомендовал себя в этом году отлично. Вот. Давайте разглупаем, посмотрим. Косточка, что тут у нас отделяется? Нет. А косточка у него не отделяется. Вот так вот. Сорт оно сочный. Ого! С соковалом. И, кстати, слышно очень сильно аромат у этого сорта. Вот я сижу, запах прям. А вкусный. Очень вкусный. Спелый плод вообще. Ну-ка, давайте разрежем. Такой аромат абрикосовый. Отличный. Да, сорт очень сочный. Очень. То есть, если спелые плоды, то транспортировать его, конечно, нереально. Это сажать именно для себя в саду. Кто любит вкусный, сладкий абрикос, шкурка с легкой кислинкой. Для сушки не годится. Сильно сочный, косточка не отделяется. Вот такой вот имеет вид. Очень красивая оранжевая мякоть. Мне сорт по вкусу понравился, по урожайности понравился. Единственное, меня чуть-чуть напрягает вес. Хочется, чтобы этот абрикос был хотя бы, ну, грамм 80. Ну, блин, 50 маловато. Ну, будем наблюдать дальше. Это первое плодошение. Плюс дерево было сильно загружено. Дерево, если я не ошибаюсь, четвертый год. Или третий, или четвертый год. То есть, ну, его надо, конечно, раскачать, чтобы оно набрало силы. Ну, как бы, чем дерево старше, чем дерево мощнее, тем, естественно, и крупнее плоды на нем. Чем дерево слабее, меньше, еще и загружено, оно, естественно, и воды будут не такого размера. Тем более, я этот сорт в этом году не нормировал. Я хотел посмотреть и показать вам, как оно будет нести урожай при таких неблаговариатных погодных условиях в минус 9 первого апреля. И потом были морозы, около полторы недели, минус один, минус полтора, минус два, минус три, до четырех доходило. То есть, и он показал самый лучший в этом году по урожайности из всех моих сортов абрикоса. Вот так. Есть черенок на продажу в малом количестве этого сорта. Кому интересно, обращайтесь. А так, всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»